О социально-экономическом развитии глава региона Игорь Кошин встретился с руководством регионального отделения Сбербанка. Уникальная коллекция. В день финансиста, руководители ведущих банков открыли выставку монет. С главными событиями к этому часу в студии Ирина Цепетова. Расходы на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов для людей старшего поколения в возрасте от 70 лет будут компенсированным. Постановление о порядке выделения таких компенсаций из федерального бюджета регионам опубликовано на сайте правительства. Российским регионам для осуществления компенсации будут предоставлены межбюджетные трансферты. Выделяемые субсидии коснутся собственников жилых помещений, которые проживают одни или в составе семьи из неработающих пенсионеров. В частности, лицам, достигшим 70-летнего возраста, будет компенсирована половина платежа, а гражданам, достигшим 80 лет, его полная стоимость. В общей сложности регионам выделяется для последующего распределения 3,6 миллиарда рублей. Ненецкий округ получит 639 800 рублей. При этом отмечается, что данные средства были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 год. В Ненецкий округ из федерального бюджета поступили средства на повышение квалификации руководителей и спортивных судей центров тестирования комплекса «Готов к труду и обороне». Поступление из федерального бюджета составили 327 тысяч рублей. Вклад региона будет 186 тысяч. Местами тестирования ГТО в Ненецком округе определены детско-юношеский центр «Лидер», который также является региональным оператором ГТО в регионе. Спорткомплексы «Норд» и «Труд», спортшколы-поселка «Искатели» и «Старт», школы и физкультурно-оздоровительные комплексы в 14 населенных пунктах округа. Как пояснил председатель окружного спорткомитета Игорь Шевелев, курсы повышения квалификации пройдут на базе одного из учреждений среднего профобразования. Занятия будут проходить по единой программе, разработанной федеральным оператором ГТО. Участие Сбербанка в программах социально-экономического развития региона губернатор округа Игорь Кошин обсудил с руководством регионального отделения банка. С рабочим визитом в Наринмар прибыл управляющий архангельским отделением Игорь Залукаев. В мероприятии также приняли участие управляющий Ненецкого отделения Сбербанка Сергей Мохов и заместитель губернатора, руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. Руководители Сбербанка рассказали Игорю Кошину о первом опыте организации в Наринмаре делового завтрака – площадки для общения властей бизнеса. Основная цель мероприятия – получить обратную связь от предпринимателей и предприятий, работающих в НАУ. Стороны обсудили также проект «Безналичный округ». Он помогает экономике округа. За счет осуществления безналичных платежей и снижения наличного оборота экономятся бюджетные средства. Бюджетные учреждения, переходя на зарплатные проекты, также экономят. Кроме того, повышается и финансовая грамотность населения. У руководства округа и Сбербанка общая задача – сделать доступным и удобным для жителей пользования денежными средствами, снизить издержки на их оборот. Делается это за счет использования современных технологий, оптимизации процессов. Однако вкупе с внедрением достижений прогресса необходимо уделять повышенное внимание просветительской работе с населением, отметил Игорь Кошин. Сотрудничество округа со Сбербанком касается и образовательной сферы. Сегодня в День финансиста руководители профильного департамента Сбербанка, а также Банка открытия и Московского индустриального банка встречаются со студентами, школьниками и рассказывают о функционировании финансовой системы. Аналогичные мероприятия регулярно проводятся и в сельских поселениях округа. В Ненецком аграрно-экономическом техникуме студентам рассказывали о планировании семейного бюджета и еще раз напомнили о правилах безопасности при использовании банковских карт. Дни финансовой грамотности в учебных заведениях – одно из традиционных и наиболее важных мероприятий Дня финансиста. Программа проходит с 2011 года во всех регионах страны, и Ненецкий округ не исключение. Одними из первых постигать финансовую грамоту сегодня начали в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. Секретами успешного планирования семейного бюджета со студентами поделилась руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. На плечах главного финансиста округа лежит бюджет всего региона, а значит всех нас. Или взять, к примеру, бюджет Ненецкого автономного округа, от планирования которого зависит развитие экономики региона и выписостояние каждого жителя. Его составление – это тоже кропотливая командная работа. На первый взгляд, семейный бюджет гораздо проще государственного, но принципы его устройства практически такие же, отметила вице-губернатор. И призвала ребят к бережливости и финансовой грамотности. Ведь кому как не им знать, как разумно тратить деньги. Сегодня в Ненецком аграрно-экономическом техникуме по специальности экономика и бухгалтерский учет по отраслям обучаются порядка ста человек. Как правило, они устраиваются либо финансистами, либо экономистами, либо бухгалтерами. У нас очень хорошая практика показывает наша служба трудоустройства о том, что та группа, которая выпустилась у нас, и первая она была, которая обучалась по углубленной подготовке, они все 100% трудоустроены и именно по своей профессии. И все поступили в САФО. В процессе учебы ребята проходят учебную, производственную и преддипломную практику на предприятиях. Учебное заведение сотрудничает практически со всеми организациями округа, в которых есть финансовые службы. Ирина Цептова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. В день финансиста, руководители ведущих банков Наринмара, Московского индустриального и Сбербанка открыли выставку монет. Посмотреть на уникальные коллекции отправилась и наша съемочная группа. С гордостью показывает свою коллекцию монет управляющий Московским индустриальным банком Андрей Попов. Ведь для него это больше, чем просто коллекция. Это дело всего их рода. Монеты собираются всей семьей. Коллекция насчитывает более 100 штук. Здесь представлены у нас платежные монеты. Сейчас вот десяточки, да, которые, десяточки юбилейных. Потом СССР монеты. Я их не выкладывал, но такие монеты. Рубли монеты, вот такие памятные СССРские монеты. Но больше всего коллекционер гордится старыми экспонатами эпохи Николая Первого и Николая Второго. Всего в коллекции шесть штук, но каждая из них очень ценна и дорога семье Поповых. Через призму этой лупы мы можем разглядеть стилизованную букву Н, а над ней корону. Это означает, что это монета эпохи Николая Первого. Так же, как и первому коллекционеру, очень дорога и близка к сердцу коллекция Сергея Мохова. Ведь он её собирает с 80-го года предыдущего века и насчитывает уже более 400 экземпляров. Здесь можно встретить монеты царской России и социалистического времени. Но больше всего коллекционеру памятна одна монета – один рубль, один доллар. Это было в 80-е годы прошлого столетия, когда был подписан договор о разоружении. И, соответственно, эта монета была выпущена из металла ракет, которые уничтожались. Вот эта вот монета, вот здесь она представлена. Поэтому она мне очень близка и дорога. Как она к вам попала? Соответственно, очень редким тиражом она выпускалась. И, соответственно, когда выпускалась, имел возможность как военный присутствовать на отдельных мероприятиях, где, соответственно, и получил её в качестве такого памятного знака. Выставка монет организована в рамках празднования Дня финансиста и будет открыта для просмотра в отделении Сбербанка до ноября месяца. Елена Семёнычева, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Вместо листа бумаги стекло, вместо красок – песок. Всё большую популярность в регионе завоёвывает песочная терапия. В Ненецком округе продолжается формирование нового состава молодёжной палаты при собрании депутатов. В 2016 году в её состав войдут 15 молодых законодателей, которые будут исполнять свои полномочия на протяжении двух лет. Новый состав палаты будет состоять из работающей молодёжи и студентов, проживающих в округе в возрасте от 18 до 35 лет. Он будет сформирован из представителей молодёжных палат, муниципальных образований округа, общественных объединений, окружных образовательных организаций высшего или среднего профессионального образования, профсоюзных организаций, а также окружного департамента в сфере молодёжной политики. Не секрет, что за последнее время мы стали отчётливо понимать, что работа с молодёжью является на сегодняшний день таким самым главным акцентом, наверное, когда мы говорим о работе с населением. Потому что наши дорогие ветераны, они, как правило, прошли все ступени советских детских, школьных, содружеств. И они действительно очень организованы, очень патриотичны. И что-то упустили мы с молодым поколением. Я полагаю, что наша молодёжная палата, срок которой закончился перед парламентскими каникулами и ведётся сейчас новый набор, поставила перед собой прежде всего задачу, конечно же, это продолжить дело по патриотическому воспитанию, потому что именно молодёжь, молодые депутаты нашего состава, собрания были инициаторами закона Ненецко-автономного округа о патриотическом воспитании. Кандидатам, желающим проявить активную гражданскую позицию, необходимо представить мини-проект, стержащий предложения в сфере совершенствования молодёжной политики в округе с обоснованием необходимости их принятия, объёмом не более трёх листов. В документ предлагается включить возможный прогноз социально-экономических последствий при реализации проекта. Напомню, приём документов о внесении кандидатур для назначения в состав молодёжной палаты продлится до 15 сентября 2016 года. Молодёжь Ненецкого округа поедет на 19-й Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Он пройдёт в России в 2017 году. Отмечу, что наша страна становилась хозяйкой этого фестиваля дважды в годы СССР. В 1957-м, тогда состоялся шестой, самый массовый за всю историю фестиваль, и в 1985-м. Страна Советов в этот год принимала 12-й фестиваль. В 2017 году молодёжь всего мира соберётся в Сочи. Предполагается, что в фестивале смогут принять участие не менее 30 тысяч делегатов из более чем 140 стран мира. В Олимпийскую столицу съедется молодёжь из всех 85 субъектов России, в том числе и из Ненецкого округа. Участниками фестиваля могут стать молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет по различным профессиям. Также, естественно, раз фестиваль молодёжи и студентов, то это также могут стать студенты, лидеры различных организаций. Регистрируются все желающие, они заполняют анкеты, выполняют задания, и на федеральном уровне проходит отбор участников для участия в этом фестивале. То есть, 10 сентября начинается регистрация, и ориентировочно до конца марта будет проходить отбор. Затем список кандидатур, отобранных на федеральном уровне, отправят в Ненецкий округ. И уже здесь региональная комиссия примет окончательное решение. К апрелю будет сформирован окончательный список участников Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Выбирать тех, кто поедет в Сочи, будет региональный комитет по подготовке фестиваля. В его состав войдут представители Регионального союза молодёжи, молодой гвардии, ВЛКСМ и волонтёров Победы, представители социально-ориентированных НКО, детских и молодёжных объединений. Для того, чтобы стать участниками вот этого комитета по отбору, они все должны пройти отбор в своих организациях. То есть, почему тоже так же, с аргументами, почему именно этот человек должен представлять свою организацию в региональном комитете. Заявки на участие в подготовительном комитете в ближайшее время начнёт принимать окружной департамент образования, культуры и спорта. А регистрация на участие в фестивале, напомню, стартует уже 10 сентября на сайте russia2017.com. Квота региона на участие в фестивале составляет 15 человек. Более 30 интерактивных проектов представят жителям Ненецкого округа на ярмарке мастерска НКО. Она пройдёт уже в ближайшее воскресенье. В числе основных мероприятий – ярмарки, акции, мастер-классы, выступления творческих коллективов. Ненецкая организация «Общество инвалидов» проведёт мастер-классы по играм «Шаффлборд» и «Джаккала», региональное отделение Ассоциации юристов России, бесплатные юридические консультации. Региональная организация «Круглый стол» детских и молодёжных объединений НАО организует блиц-турнир игры «Что, где, когда». Для окружных любителей чтения также состоится традиционная акция «Книговорот». В специальной палатке можно будет обменять свои прочитанные книги. При её домашних животных организуют акцию по сбору кормов для кошек и собак, а жители столицы НАО смогут на месте выбрать себе домашнего питомца. Творческая студия «Чудо-ручки» и национальная диаспора региона проведут занятия по изготовлению сувениров. Федерация современного танцевального спорта города Нарьинмара проведёт мастер-классы по танцам, а клуб скандинавской ходьбы – по йоге. Жители округа также смогут стать участниками конкурса рисунков на асфальте, посвящённого Году народного единства в НАО, послушать окружных бардов и другие творческие коллективы в рамках мини-концерта. Мороприятие пройдёт во Дворце культуры Арктика и на площади Маратсей с 12 до 16 часов. Вместо листа бумаги – стекло, вместо красок – песок. Новая и одновременно хорошо забытая старая техника изобразительного искусства – рисование на песке – последние годы завоевала большую популярность. Песочные картины с удовольствием рисуют и дети, и взрослые. В этом убедилась некоммерческая организация Нарьинмир. Вот уже несколько лет в Пустоозерском доме-интернате для престарелых и инвалидов НКО реализует проект «Пески времени». Благодаря таланту и неравнодушному отношению художницы Кристины Хатанзейской её ученики не только открывают в себе творческие способности, но и открывают себя миру. Вот уже полтора года вместе с Кристиной Хатанзейской в Пустоозерском доме-интернате рисует на песке целая группа. Интерес к этому виду искусства когда-то проявила и Мария. Сегодня девушка уверенными движениями рисует чёткие линии, которые затем превращаются в целые картины. Очень много, чему научила нас рисовать собачек, кошечек. И ходили мы в этот Красный крест, там тоже рисовали мы. И очень нравится. Талант и, несомненно, любовь к тому, что делаешь. Всё это есть у Кристины Хатанзейской. Человека, который превращает песок в пейзажи, портреты и натюрморты. Её ученики не просто учатся рисовать и проявлять фантазию, но порой замкнутые и молчаливые раскрывают себя внешнему миру. Человек, когда он замкнутый, не разговаривает, начинает рисовать, и он начинает уже с людьми общаться. Почувствовав песок, он начинает открывать себя. Тоже девочка была. Стоит такая, вот здесь песка такая, что-то потрогает, порисует. Потом начала рисовать, разговаривать со мной. Рисование песком на стекле как вид искусства известен с 70-х годов 20-го столетия, но как вид арт-терапии стал использоваться только в наши дни. Песок способен сотворить настоящие чудеса, скорректировать глубокие эмоциональные проблемы, например, неуверенность в себе, застенчивость и низкую самооценку. И, конечно, песочная терапия благоприятно сказывается на состоянии нервной системы. Сам песок по себе, он как бы успокаивает человека, когда ты его щупаешь, трогаешь, поможешь немного почувствовать себя спокойно, если ты агрессивный или в какой-то конфликтной ситуации. Можно просто порисовать песком, и ты успокоишься и почувствуешь какое-то наслаждение того, что ты рисуешь, что тебе спокойно. Кроме песочной терапии НКО создают анимационные фильмы и клипы, также из песка и даже из пластилина. Один из песочных роликов, например, был посвящен ветеранам Победы. Мастер-классы по рисованию песком на стекле НКО проводят на различных мероприятиях и праздниках и даже в населенных пунктах округа. Кроме рисования на песке, Наринмир развивает еще одно молодое и перспективное направление – глиняное творчество. За время своего существования организация провела более 200 мероприятий в Наринмаре и селах региона. Познакомиться с необычной деятельностью НКО в ближайшее время можно, посетив мастер-классы, которые пройдут во время празднования Дня Пустозерска 10 сентября в Тельвиске и на ярмарке НКО 11 сентября в Арктике. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Ненецкий округ посетил чемпион мира по боксу. Мастер-классы чемпиона получили любители бокса в Наринмаре и Нижней Пёше. Зал «Единобор» стал местом встречи всех любителей бокса Ненецкого округа. Там прошла встреча с нашим соотечественником, чемпионом мира по боксу Игорем Ружниковым. Спортсмен провел мастер-класс, показал несколько своих выдающихся комбинаций и рассказал о своей спортивной карьере юным боксерам. Встреча со знаменитым чемпионом для наших боксеров не редкость. Игорь Ружников регулярно посещает крупные чемпионаты по боксу и встречается с воспитанниками местных спортивных школ. Не, ребята, молодцы. Пареньком сейчас постоял. Такой я уже давненько за ним наблюдаю. Такой хороший пареньок. Быстренький, техничный. Ну, а что, ребята, если выезжают, конечно, надо чаще выезжать, когда они будут не только как-то привносить сюда другие школы бокса. После мастер-класса наши спортсмены буквально завалили чемпиона вопросами. Чаще всего спрашивали про бой с профессиональным американским боксером Роем Джонсом-младшим, который прошел в далеком 1986 году на первых играх Доброй Воли, где Игорь Ружников одержал победу. Тренера дворца спорта «Норд» говорят, такие встречи обязательно нужны молодым спортсменам. Такие приезды нужны обязательно молодым спортсменам, даже спортсменам, которые уже достигли определенного уровня. Во-первых, обмен опытом, узнать что-то новое для себя и не только жизни спортсмена, как он где проходил свой путь, но и что-то подчеркнуть для себя, какие-то моменты, как себя вести в определенных ситуациях на ринге, за пределами ринга. Кроме посещений на ринмарских спортивных учреждений, Игорь Ружников съездил на свою малую родину Нижнюю и Верхнюю Пешу, где встретился с юными жителями села и ответил на все интересующие их вопросы. Ну, детишки задавали вопросы больше интересовало их, почему занимался, почему именно начал заниматься боксом, будет ли здесь открыта секция бокса, ну, депутаты пообещали, говорит, будет интерес, будет и секция бокса. Кроме встречи с жителями Нижней Пеши, знаменитый боксер посетил физкультурно-оздоровительный комплекс. Там принял участие в соревнованиях по волейболу на кубок имени Игоря Ружникова и провел небольшую тренировку для юных спортсменов. Визит знаменитого спортсмена в Нижнюю Пешу повысит уровень заинтересованности к занятию спортом. Об этом рассказал президент Федерации бокса в Нинистском автономном округе Денис Гусев. Наш визит в Нижнюю Пешу и в Верхнюю Пешу на родину нашего знаменитого земляка, он знаменателен тем, что позволяет почувствовать, что корни нашего спортсмена отсюда ребята очень хорошо воспринимают общение с ним, большое количество родственников и вместе с тем это обогащает спортивную деятельность. Спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный в Нижней Пеше, планируют назвать именем чемпиона мира и Европы Игоря Ружникова. Дмитрий Марков Вадим Стасюк Вадим Носкин Телеканал Север На этом пока все. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова